так здравствуйте всем привет 6 00 вечера как и договаривались сейчас проведем прямой эфир с сашей а где муж вот сейчас он выйдет со мной его сделаю гостем мы решили что будет лучше с разных телефонов так будете видеть его и меня так мы будем драться за место к кошкина здравствуйте из какой привет ксюша красиво спасибо да мы ушли из проекта так давайте наверное я усядусь удобно у себя на кухне поставлю вас вот так так будет лучше как настроение шикарное настроение сейчас секунду еще один один момент выключу который мне мешает шикарный добрый вечер добрый вечер сейчас мы дождемся моего мужа сейчас он найдет где получше присесть как вот так лучше нет наверно так будет лучше как можно быть красивой так спасибо большое сейчас будет сейчас вот ждем его сейчас он будет проситься ко мне пиявки эта тема да сейчас у меня мама лежит эти как у меня перчатка сейчас мама лежит у меня у меня экстерном ей проставляю 50 пиявок и все и уезжают сюда счастливая такая сразу видно что не не на проекте уже вы знаете на самом деле когда ты сам себе не принадлежишь ты сто процентов несчастен а там такая история ты все равно нет нет да и должен подстраиваться под всех а здесь ты принадлежишь сам себе так с улей дмитриенко мы не больше не общались вот привет донецк так где мой муж где мой муж сейчас ксюха ты на подружишь я после того когда ушла с проекта с мужем больше мы с ними не общались на этот понимаю что у них там какие-то траблы были жесткие вот так сейчас надолго нужно лежать с пиявками мама у меня лежит пока они сами не начнут отваливаться конечно можно их и через двадцать минут убивать но я считаю что они могут и в сонном состоянии быть и от луны они могут зависеть и вкусная мама невкусная поэтому я даю им возможность и два часа бывает лежит так моя любовь пришла о привет привет лилечка так муж где ты мой пожалуйста заходи как я тебя ну а как делать тебе так 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 где он не саня давай заходи ко мне как мне тебе сделать а как сделать а так так иди-ка а вот мы должны сейчас мужем так так вот саша со мной как сложно когда жена не разбирается в интернете так на все все вы мы вместе вы можете насладиться нашим общением мы конечно тоже вашим так ну давай ну про ведущих у меня постоянно спрашивают так всех вас собрала для чего подождите сашу надо почитать что людям интересно задавайте вопросы какие вам интересны как перестать переживать о том когда тебе говорят за спиной вы не обращайте на это внимание говорят знаете как я говорю говорят значит пока говорят нет надо говорить нет я говорю если они говорят за спиной значит они в жопе поэтому нечего обращать внимание а еще я всегда говорю даже если говорят плохо самое главное говорят значит помню пусть не важно как говорят значит ты запомнился значит ты засел у них там вот они говорят пусть говорят плохо я на самом деле оттуда откуда родом во мне до сих пор легенды там рассказывают и приезжаю конечно недоумеваю но я уже не живу 18 лет 18 20 наверное лет этом ну 18 не живу но обо мне до сих пор уже не знают обо мне ничего но что-то там придумывать поэтому значит оставила свой отпечаток так что не расстраивайтесь и плохо тоже говорят до сих пор придумывать что только можно а я не знаю какого мне говорят плохо ли хорошо я не слушаю мне кажется тебе только говорят по поводу деток плохо да мамульки какие-то одиночки ну потому что там они не с правильной стороны кстати мы можем сейчас развеять миф тобой по поводу того что ты там не плативщик и такой весь плохой папа ну могут они просто с нами и не слышал что значит я плохой папа ну а и дети чтобы такое говорить как так ну типа хороший папа это который платит деньги я считаю мое мнение конечно у меня пока нет детей мне сложно да но у меня такое мнение что папа он не только кошелек папа тем более я знаю сашу насколько он может отдавать себя полностью да сани вот деткам я бы за него сам уж не вышла если бы он был плохой так-то спрашивал саш ну так-то знаешь я не за 35 лет ни за ни за кого не пошла а я чё пошел то есть я брал кого пошел так привет из города владивакавказа саш где это влади кавказ это где-то на кавказе саша не цени не обижать такую прекрасную жену ксюша цени и любви и уважать такого мужа как сашу блин круто кто сашка или я непонятно так ладно привет вам из ямала где это саш ямала это очень далеко ямала-денецкий автономный округ так а почему вы ушли мы не будем рассказывать все увидите в субботу ну самое большое такое как весомое весомый аргумент это то что мы превратились дом 2 с ссср это как бы сыграло большую роль потому что мы на самом деле я маленько эту тему раскрою дело в том что ссср отменили его перевели на дом 2 на доме 2 находятся ребята они достаточно молодые достаточно они еще скажем что ты своего возраста не особо разбираются в каких-то семейных отношениях они еще сами скажем так дети и порой им необходимо знание более опытных семейной жизни людей но мы мы приняли решение вот ты любишь влезать я приду тебе это короче мы поняли что мы не хотим сидеть и всех учить как надо жить а будем строить свою жизнь сами за периметром вот и все что тратить свое время на детей которых надо воспитывать но нет настолько времени у нас очень великие дела за периметром и так далее ханты-мансийском округу тоже привет был я у вас очень здорово наверно холодно сейчас о лондону ешкарала так привет тоже был в гостях у них где живете сейчас но мы сейчас живем пока у мамы подмосковье но скоро мы уедем в сочи так вы знаете где страница станица петровская сашка мне все знает по россии я вообще я я путешествовала за границами ездила по россии смешные таки привет молдаваним всем привет почему зиму не пережили на доме 2 вы знаете какая зима в сочи вот если вы хоть раз побудете зимой в сочи вы нигде больше не захотите зимовать это кайф такой и мы кайф мы как только начал начало холодать вот такие на друг друга смотрим и думал о о надо с вами а в конце апреля вы можете покататься на лыжах в горах потом спуститься вниз ездить к морю покупаться в море опять приехать в горы покататься на лыжах в начале мая даже так можно делать на майские праздники поэтому не хочешь рассказать как мы познакомились это было давно уже но как мы познакомились я увидел красивую женщину думаю дай-ка познакомлюсь и приударил за ней она убегала от меня на самом деле бла-бла-бла приударила я по ходу не на на самом деле как у нас было мы в соцсетях списались потом через какое-то время еще расписались ну и потом увиделись больше не расстались но как-то так все очень очень банально ну привет сочи огромный привет сочи скоро будем уже у вас сейчас москве заканчиваем ближайшую неделю я думаю и поедем в сочи как раз пишут почему порознь я сижу на первом этаже а муж сидит на третьем этаже мы решили чтобы не делить экран на двоих там не толкаться решили сделать так решили что у нас лифта не хватает будем так да да занимает все экранное время тут хотя бы я могу вмешиваться а рядом с ней не смогу так очень симпатичная пара на работе для поддерживать объективно пришибленные я не сам на самом деле не заметила пришибленность этой семьи вообще правда но у нас это не коснулось поэтому я не могу утверждать люди нормальная семья я на самом деле ольгу еще знаю как рапунтель давным-давно мы познакомились когда она еще на проект пришла я уже собирался уходить с него вот она конечно была молодая скажем свободная и творила конечно разные для нас непонятные вещи нравились я мальчики за ней ухаживали такая была легкая ветреная ну сейчас придя уже крайний раз на проект я скажу что изменилась очень корни да да а сейчас совсем другая мать двоих детей с прекрасным мужем муж у нее кстати очень такой духовитый мудрый ну я думаю что конечно с ней не очень легко но справляется ляля там рядом с тобой ляля рядом ляля ты где она наверное где-то между мной и тобой и кошка ее кошка может взять заложники нашу собак у нас кошка британец так родные уже раза два три развели на что как развели развели развод или что дай секундочку я про рапунтель еще продолжу вопрос такой она задала что она прикрывается детьми на самом деле она является мамой двух детей и как бы мы не хотели она всю жизнь будет с этими детьми и можем мы считать что она прикрывается либо она за них прячется это неправильно у нее есть двое деток и она является мамой ну как иначе то конечно можно грубо называть что она прикрывается ими но я не сказал бы что так потому что когда вот был конкурс человек года и она участвовала с должанским я ребенка принес младшую софию принес ей в руки она сказал саша зачем ты принес в руки будут публика говорить о том что вот она прикрывается детьми я буду перестанет думать об этом твой ребенок его принес поэтому я скажу она сама против того чтобы вы думали о том что прикрывается детьми но я честно скажу тоже плохого ничего не могу сказать не а диме не о ольге достаточно хорошая нормальная семья ну на доме 2 конечно нормальных очень мало людей все равно как ни крути каждый свои специфические наклонности есть и с этим уживаешься так ну что насти с нами будет жить в сочи или нет этот вопрос я задала ей буквально три дня назад когда мы созванивались она сказала что она будет я расслаблен не хочет она в сочи ехать это ее выбор конечно но она еще маленькая не понимает она да она не понимает на самом деле перспективы которые и нависовали родители но и хочется быть там где ее друзья где ее знакомые улицы где их комфортно гулять играть а еще по секрету папа не контролирует да да потому что с мам с мамой и легче ну что он пусть сейчас я мама нужнее чем папа я ей все равно никогда не заменю маму есть прекрасная мама поэтому я думаю что каждого родителя конечно должна быть мама и папа то есть как ни крути привет николай да цели сегодня к нам в гости приедет игорек с юлькой кстати да они после лобного к нам хотят приехать мы закупили барашечку эти пистолетики так что завтра у меня и гненочка да так что завтра они будут у нас барбекюшечку устроим мы устроим такой если дай бог что был завтра прекрасный день как сегодня солнечный мы хотим провести с друзьями время и потом мы чухнем отсюда так на это оля ленивая работать не хочет дом 2 пенсии сидеть будет слушайте вообще ни за кем не закрыта дверь в дом 2 хотите посидеть на дом 2 придите попробуйте что это такое это не так легко это с экранов кажется ой какая прелесть вообще это очень сложно психология морально конечно морально конечно там да нужно иметь стальные нервы для того чтобы находиться особенный привет спасибо друзья я забыла вам сбросила привет привет там так что такое мне пытаются позвонить я сбрасываю их кто кто-то звонит непонятный мне непонятный телефон так мы покинули телепроект стоит ли идти на дом 2 не имея популяр не имея популярности денег и так далее подождите а вы думаете туда только популярные люди идут на дом 2 там колхоза знаете сколько заходит обычные люди обычные люди но я имею ввиду с пригородов обычные даже деревень очень много людей я об этом говорю что там нету что там только фифы заходят и модели уже продвинутые туда если честно продвинутые люди туда не пойдут так то приходит так еще раз всем огромный привет хочу со всеми поздороваться всем всем просто шлю огромный пламенный привет сегодня у нас прямой эфир моей любимой супругой которая находится на первом этаже в доме я на третьем этаже тоже в этом же если телефон придет я приду зарядкой поэтому спущу вот хотим с вами поболтать о том тоже вам интересно потому что у нас очень много тем которые мы можем развивать в направлении как информационном как и полезном хотелось бы узнать о вас больше кто вы чем занимаетесь что вам интересно потому что мы в ближайшее время ем в Сочи и планируем заниматься достаточно очень многими интересными вещами которые будут для вас я думаю тоже очень полезны у меня Ксюха хочет заняться как раз аци хочет да да хочет создавать онлайн курсы также мы совместим с моими походами будем делать йога туры медитации туры то есть если вы захотите вдруг расслабиться прокачаться если захотите прокачаться welcome но сейчас мы это подготовим все всю платформу подготовим и пустим массы Санька ты завис чуть-чуть зайка я знаю так ты мне ты очень запоздала идешь Саш так девочки я пропала тоже ой 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 тут столько всего мне мы еще не в Сочи клиника в Сочи нашли нет не нашли ничего так Саша Саша у меня завис Саня давай иди ко мне сюда выйди пожалуйста с прямого эфира а как тебя убрать блин вот я конечно тупица вообще не понимаю иди пожалуйста ко мне сюда видите вы чтобы вы понимали никто не обманывал о все отлично задойна вышел так ну поехали задойна в Саша ты классный как мужик замечали Ксюша люби и не выноси мозги окей хватит читать это то что тебе выгодно это я бы ношу мозги понимаешь всем здравствуйте еще раз мой телефон сел подожди Саш что-то происходит с моим телефоном по-моему у тебя тоже садится у него нормально у меня нормально так что происходит кто угадает что это за ягода почему подожди Саш надо понять что почему зависит я висну так очень виснет картинка у меня нет нормально а да так Ксюша так по-моему давайте мы сделаем так давайте я уберу вообще уберу блин вообще жесть какая-то я не рассчитывала что будет так давайте может быть выйти зайти заново что делать у меня вообще тупит тупит так выходим оп выходим из фильтра о отлично пошло и фильтр затупил это вышел Саша и все все налетел так Санечка давай садись я пошла маму проверю садись не поболтай наконец-то я в инстаграме своей жены ага кто же ей пишет ну-ка ну-ка Саша ты самый лучший красавчик сколько твоей жене лет у девушек не это как его звать не культурно спрашивать сколько лет что с Карякиной не знаю я без понятия что с ней губа сделала она бы сказала нет она чуть-чуть только и все и вот стали красивенькие личи нет не личи фихуа правильно ну на самом деле в Сочи они вкуснее я вас тоже обожаю нет не визнешь ягода фихуа все правильно откуда вы знаете зеленая потому что так нифига вот сообщение Ксюша Саша классный береги его да я с Ярославля кстати Ярославлю огромный привет надеюсь скоро я туда в гости заеду хочу Настю повидать дочь свою старшую и думаю так наведаю своих родных спасибо друзья я вас тоже честно говоря я вас обожаю пусть я немножко там пере все моя идет читаем так Ксюша береги Сашу какой он классный Ксюша ты посмотри какой он классный красавчик почему вы уже из проекта там уже говорили ухтышка 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 у тебя руки просто не заточены вареница так она с варенья хочет делать мы сейчас только что делали сало кстати вот оно да смотрите с чесночком с черным перчиком сало с чесноком я чесноком пахнет очень просто но не чистым вставлял вставляю она все время вставляет Саша не поликонтур как он по контору не скажу Краснодару огромный привет кстати в Краснодар будем скоро проезжать мы поедем на машине в Сочи поэтому поедем мы через Тулу поедем через Воронеж но в Воронеж скорее всего мы поедем по трассе поэтому наверное уже Краснодар и Ростов только заедем поэтому если мало ли что а вдруг, будем на связи. Чите, большой привет. Постоянно езжу на поезде Москва-Чита, только до Ярославля. Всегда вижу людей в оттянутых трениках колени, в колечках. На Читу на Воркуту всегда ездят. На Воркуту в основном красивые пальцы у них забитые все сидят, такие че-че, пацанчик, сыграем, картишечка. Знаем эти поезда. В Архангельске я, кстати, не был. Архангельск не очень далеко, тысяча километров. Ты же с тобой был, прямой эфир с тобой. Настя в Сочи. Блин, ну ей нравилось в Сочи. Я скажу честно, я пожил с Настей год, было все замечательно, но все-таки девочке необходима мама. Потому что мама ей подсказывает какие-то вещи, то есть я не могу туда достучаться, но могу ей как-то объяснить. Вот. Ксюха помогала в этом плане, она была, скажем, больше подруга для нее. И потом на лету я отвез ее к маме, потом маму мы привезли в Сочи. Но мама, скажем так, как личная жизнь важнее, чем холостая, решила поехать в Ярославль, и Настя тоже с ней решила поехать в Ярославль. В общем, сейчас Настя в Киарике. Ну, Новый год к нам приедет. Муж в Косте отдыхает. Кстати, Хостас тоже очень даже неплохой район в Сочи. Является одним из самых благоприятных. Так, в области культуры. Он в Сочи работает в области культуры. Скоро мы тоже там культуру наведем. Конечно. Краснодару, Серега, привет тебе огромный. Ой, Господи. Так, Костроме большой привет. Женя тебя, Филатова, любишь еще, Саш? Да. Ну, скажи, что ты бережить не можешь, Господи. Десять лет несешь, это этот груз душевный. Да, ничего. Просто, когда увиделся, он даже покраснелся. Да, мне просто, мне, как взрослому уже мужчине, на самом деле, за некоторые такие свои обезбашенные где-то поступки немного даже стеснительны. Поэтому, нет, даже давно в прошлом, и забыто уже. Я даже не знаю, что это было. Так, когда я решу все проблемы с Корякиной, думаю, скоро уже. Добрый вечер, друзья. Я всем еще раз скажу, что я нахожусь почему-то в эфире у своей жены, поэтому давайте я ее посажу. И станешь сверху. И стану сверху, да. Давай, вот так. Так, привет, привет, привет. Хорошо, вопрос такой, угадайте, что вот это? Что это? Тихуя вы угадали, я скажу вам, что вы получаете бонус от меня лично, а и говорит всем привет. Хватит жевать тебе, говорят. Он чапкал, да, наверное, здесь? Блин, я честно пожрать так люблю. Ты чапкаешь просто. Это от удовольствия. Так, сохраните эфир. Да. Екатеринбург, здравствуйте. Екатеринбург крутой город, я был гривен. Ксюша, зря все ушли Ксюша, так хотела быть В Москве из-за клиники Ты, Саша, о Ксюше не подумал Так получается Ну, задайте ему вопрос Ты что поддерживаешь-то? Это было принято совместное решение На самом деле Но он настоял Я скажу вам так Наше время на Доме-2 прошло Вообще давным-давно На СССР мы были И еще, скажем, куда не шло То есть мы там решали какие-то наши заботы, проблемы Но сейчас на Доме-2 возвращаться Я считаю, что это Ну, просто смотрите Я сейчас повторюсь На Доме-2 могут прийти как Саша, девушка Так и мужчина ко мне, понимаете? Ну, зачем нам лишние раздоры в жизни Искусственно созданные Провокации и так далее Нам это не нужно, мы взрослые люди Привет, Алматы Уфа, здравствуйте Так, какая погода в ноябре Купальник брать? Купальник надо брать Всегда в СССР Мы даже в декабре купались Ну, мы ходили в баньку А, в Крещение мы купались, получается Воронеж, привет Воронеж не догонишь Привет Да Люди, они ушли с проекта Так Так, ну, потом Рома попал в аварию Да, мы про аварию знаем Очень жалко Да, мы с ним списывались Слава Богу, с ними все хорошо Все в порядке Машина, конечно, там Нуждаясь в сильном ремонте Но дай Бог Чтобы такого больше не повторялось И с ними, слава Богу Что сегодня на ужин Я приготовила кальмар Сделала салат из кальмара Вот И мы, в принципе, вечером сильно не кушаем Ну, я, кстати Я, знаете, что Решила попробовать диету Которая в 8 часов кушаешь 16 лет Я завтра попробую То есть кушать можно все, что угодно Но заканчиваешь есть вообще Через 8 часов Так, маме работать надо потом Мама работать Знаете, как Я не буду работать Я буду развиваться В недвижку я пока Сильно окунаться не буду Как я этим жила У меня Сашка будет заниматься делами А я хочу немножко Уйти в такое В спокойствие Выдохнуть Пожить какой-то, знаете, девочкой Девочкой Что ты мне дашь? Конфетку? А Так Лечение мы закончили Но мы еще пьем витамины К подготовке Как вы мне нравитесь Дай Бог Чтобы у вас было все хорошо Не стыдно приходить на проект Взрослые Стыдно Прямо скажу Стыдно На Дом 2 бы я не пришла Но на СССР Мы сидели там постарше люди Поэтому там сидел и Должанский Там сидел и Меньшиков Поэтому мы как-то не почувствовали Что нам Где-то как-то некомфортно Стыдно сидеть на Лубном Когда тебе уже там За 30 По 40 лет Да Ребята сидят по 20 лет И обсуждать их Насущные проблемы Которые Ну ты прожил их уже 100 лет Но у меня родители поймут Которые должны учить своих детей Но у меня будут свои дети Я лучше своим детям Это все оставлю О, рецепт салатика Вашего Я про Настину маму Так, это вы мне писали Да, Зарина Где-то у меня Я про Настину маму Очень жаль, что Настя уехала Из Москвы Ой, из Сочи Так, Ксюша сохранит этот эфир Хорошо Зачем? Я все кушаю До 6 вечера После 6 Вообще даже не пью Мне 35 53 килограмма О, е Я-то могу не есть А потом у меня как просыпается Дикий жор Мы при Знаете как Я, видимо, привыкла На доме там После лобного Мы шли пить чай В 12 ночи Нет, нет Со сладеньким чем-то Я привыкла за 5 месяцев Так питаться Из-за этого я набрала Из-за этого как бы И немножко И попа выросла Даже там какие-то джицы Не влажь Я расстроена Ну я влажь уже Фигу не могу А я и говорю Зачем ты так много ешь? Может и мороженого? Вы понимаете Как с ним худеть вообще? У нас будут красивые Должанские Это вообще трэш Самая любимая пара Спасибо У вас будут красивые детки Пасибочки Нет, я не хочу Сашу брал Убери Кушать надо Голодой Так Переедать До сырта Ну это Как мне можно сказать? Я не переедаю Но я кайфажер Я сладенькое люблю Сколько лет? Он 36 Убери, пожалуйста Ну что он издевается? Видите? О! Ребята Привет 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 Так Ничего страшного Сейчас придешь В нормальный вес Я надеюсь Не, ну меня сейчас На гормоны посадят Как нормальный вес Мне надо просто Это контролировать Постоянно Саша Какой школе училась Старшая дочка Вы имеете ввиду В Сочи? В 10-й, да, школе Она училась, Саша? Ой, в 87-й Чем? Читает Листавим Я вырвала Так Пить воду Это аппетит Пей воду Это жажда Так Ксения Мы хотим рецепт Салатика с кальмаров Его можно с рисом делать Я делаю кальмарчик Яичко Такой он, знаете, очень вкусный Лучок И майонезик Очень вкусно Можно добавлять туда Ну я просто все, что у меня Подручные средства сейчас есть Туда можно добавлять все Можно И Этот Как оно? Горох Горох Нет, не горох Не горох А второе На качанчике А соль На качанчике Как это называется? Капуста Да не капуста, Саша Брокры Греча Перловка Ты меня сейчас раздражаешь Он хочет, чтобы я уже закончила эфир Походу Пришел мне тут маячек Короче, с кальмарами Можно делать все что угодно Можно туда добавлять и курицу Кальмар, курица Ну вот я делаю с яйцом Шикарно вообще До 12 Может, сладкие фрукты А булочки Когда можно? Скажите, пожалуйста Яна, привет Янчик, привет Акумуся моя Привет, привет Зайчик Прошу Не прибавляй себе года А, это Лиля Лилечка Ну мне, ну правда, уже не 12 Знаешь, не 6 Ну не 20 даже Когда мы с тобой были Кукуруза Точно, кукуруза Видите, как она издевается Вот Что там с Мэри Сочи Мэри А, с Мэром Что там с Мэром Мы не знаем Мы оторваны были от мира Мы жили Каким? Сейчас Капигородский там Позже, по-моему Угу Все нормально Будет сынок у вас Было бы здорово Сашка очень хочет Ну пойдем уже делать А кальмар варить долго? Нет Вообще чуть-чуть Потому что вы можете переварить И он станет резиновым Прям буквально 3 минутки Он закипает 3 минуты Все, можете доставать его Почистить от всего 25 Илечка В 25 Ты видела? У меня я была шальная Сейчас спокойная Так Булки можно есть до обеда Одну Рис, кальмар шикарный Да, рис, кальмар Яичко Лучок И майонезик Ой, вообще очень вкусно Но я даже без риса делаю Он так сытный вообще Один белок там получается Да, пожалуйста Пожалуйста По себе знаю Все вкусняшки Входят Да Вляшки Ну я вляшках не себе Я, короче, поправилась пропорционально На На 8 сантиметров Это сколько получается? На 2 размера Или на 1? На 2, наверное Очень много Но я без спорта Я очень спортивный человек Я сейчас спортом начну заниматься Все будет прекрасно Прям попа встанет на место Животик уйдет Ручки потягут Все будет же замечательно Пару недель тенниса Бегай Все, я на месте Вы супер Красивенькие оба Желаю вам здоровья Их детишек Семейного счастья Спасибо Ксю, сынок, будет у вас Спасибо Ваши слова До буквы в уши Знаете Хорошие вы ребята Счастья вам Спасибо Спасибо Так Ну что, девочки Мальчики Спасибо большое За ваше Внимание Я думаю Мы провели Интересное время Пойду дальше Готовить мужу Ужин Потому что он уже ушел То есть он думает Что полчаса Эфира достаточно Я вчера вообще 80 минут сидела Это час Полтора часа Полтора часа У меня садился телефон Я назад ставила Зарядку У меня такая Которую положить на нее Почему Саша Не хочет общаться в эфире Саша Хороший вопрос Почему Он хочет Просто он жует мороженое Дай мою жену не переговорить Он хочет просто Что Саша Он хочет Просто сейчас подойдет Главная причина Почему я не общаюсь В эфире Потому что мою жену Не переговорить Я не хочу мороженое Смотрите Видите А потом говорит Что-то ты Я так не говорю Я говорю На алло Хорошо Подальше От семьи Рапа Ксюша Оставайся Хорошо Я останусь Я могу с вами остаться Он включил уже себе Там телевизор Понимаете Да А с вами Я еще могу Это Сашка Сашке быстро Все надоедает Поэтому Он вроде бы Все вам рассказал Ну и достаточно Сашку давно знаю И ты хорошая девочка Наконец Ему повезло Он хочет Больше есть Чем общаться Нет Смотрите Он пообщался же Со всеми вами Ну все Вот и мужчины Там и девочками Лясами Можем Поточить Очень долго Расстраиваешь Я сейчас Психологию вам расскажу На самом деле Вот мужчины У нас в основном Здесь одни девчонки Так я так понимаю Вот девочки Вы любите разговаривать Вам нужно поговорить Выговорить Я не вешу Я настойнее Вот А мужчины Им больше по душе Уйти в берлогу Посидеть Подумать Над дальнейшими действиями Что же делать Как же быть Иногда футбол посмотреть Как сейчас я хотел сделать Вот Оставляю вам Мою самую Драгоценную И любимую Женщину Ну и На связи Если что Вопросы есть Пишите Я тут рядышком сижу Послушиваю Чего там Наговаривайте Да я буду ему диктовать Он будет Если что Включаться Он сидит Вот там у нас В зале А я здесь В одной комнате Ну С ладскальмонами Я очень хочу Я могу параллельно Делать его Нарезать Разговаривать Но мне кажется Это будет не очень Красиво Ну давайте Почему ты Расскажешь О рецепте Вот ты наглый Нет Я буду Разговаривать Саша Так Не за меня Какие же вы хорошие Саша За тобой Наблюдать Постоянно Но Ксюша Твоя судьба Я надеюсь Знаете У него Короче Выбора уже нет Все мы Венчины Не у меня Нет выбора Не у него Я думаю Что мы За все года Перебираем Поняли Что мы То что нужно Для друг друга Саша Кушать Хочет Видите Готовлю 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 А то сейчас Меня он съест Надеетесь Что жена Долго Не надоест Не надоест Я вообще Никому Надоест Ко мне Ко мне Привыкнуть Сложно Я постоянно Меняюсь И я очень Часто Ухожу Сама В свою Берлобу Поэтому Мой Мужчина Будет Еще скучать Мне нужна Тарелочка Какая Нужна Любая У меня Глубокая Нужна Глубокая Волосы Надо Прибрать Я очень Далеко Сижу От того Что я Готовлю Спасибо Видно Что вы Очень Любите Друг Друга Сто Процентов Сто Процентов Любим Я желаю Всем Чтобы Все Встретили Свою Вторую Половину Это Так Круто Вообще Потому Надо Ее Выстрадать И Выждать Правда Я Долго Ждала Я Правша Тут Камера Перевернута Я Правша Еще Есть Такое Поверь Если Левша Живет Правшой Они Будут Плохо Жить Левша Живет Всегда С Левшой Ну Да Ладно Так Уже Все Выбрали Так Вы ушли С проекта Да Мы ушли Нет Вы где Сейчас Значит Мне на квартире Мы в доме У мамочки Вот Решили Чуть-чуть Погостить Мамуле Потому что Она реально Мы тут были Она на стол Кому не видела Вот И И Поедем Домой Ну Ябара Вообще Не знаю Кому Ну Как он Будет жить После ухода С проекта Ну Не Мы дом Не снимаем Мама Свой дом Так Полтава Здравствуйте У меня подружка Из Полтавы Яночка Вот Ну Я тоже Недалеко Из Полтавы Харьковская область Город Купинск Может быть Вы знаете Такой Купинск Ты улица Мудрая Умеешь Навалять Когда надо И согладить И где надо Ума Мудрая Держать У тебя Ксюша С этим Все в порядке Саша Понял Кто первый Предложил Венчаться Когда Саша Мне предложил Выйти за него Замуж Я сказала Что я хочу Выйти замуж Раз и навсегда И Так как я Верующий человек У меня Православная Семья Очень серьезная Дедушка Строил церковь И я ему сказала Что я только Хочу венчаться На что Он меня Поддержал И все Но мы не собирались Просто так получилось Что мы были в Москве И как раз Мой владыка Здесь был И Это сделали Эфир Но так круто Хоть память Останется Поэтому Такая ситуация Но это Серьезнее Не бывает На самом деле Так Я 7 лет живу Нет Самое серьезное На самом деле Самое серьезное Когда фараон Умирает С ним его жену Хоронят Вместе с конем И тому подобному Так что Есть посерьезнее Зачитаю Мама Красивый дом Все у вас было Хорошее Мы еще в гостях Не были Иначе готовят Очень вкусно Да Мамуська У меня молодец А еще надо Рис поставить Я не буду С рисом делать А с чем ты будешь Я буду с яйцом И все Да Яйцо И лучок А лук Который репчатый Да Ну может репчатый А какой Кроме репчатого Лучше репчатый А какой Кроме репчатого Ну красный Есть лук Еще Какой красный Красный Салатный Вот он вкуснее будет Да А с Тручковой Есть лук Ебаров Ебаров Депутат Очень смешно Ну правда Смешно Сань Да Ну Относительно Да Ну Может человек Как бы Верит Что у него Может это Получиться Он где-то Даже Мне кажется И Жиреновского Присмотрел Когда-то Я скажу Больше Он смотрит Его постоянно Так Ново У Ренгоя Здрасте Я был там Ксюша Как решилась Поменять Москву На Сочи Я тоже Из Москвы Думаем С мужем Тоже уехать Вообще В одну секунду Устал от пробок Как Не в одну секунду А я устала от пробок Я устала от того Что нет солнца В городе вообще Психанула И поехала Купила квартиру Собаку Засунула в машину И приехала В Сочи Никого у меня там не было Ни друзей Ни мужа Ни подружек Никого И я одна С собакой была Я вообще И ни на секунду Я не пожалела Потому что я там И мужем встретила И жизнь там Совсем другая Вообще Прелестно Единственное Что конечно Надо знать Чем ты будешь заниматься Вот Потому что Ну в принципе Как говорят Сочи очень дорого Надо Я пока там пожила Уже нашла Где все не очень дорого Купить Вот Нормально Прожиточный минимум Такой как в Москве Меньше даже Но жизнь Намного Качественнее Чем здесь Правда Вы Вы успеваете жить Вы видите Как растут ваши дети Привет Волода Ей кто-нибудь Помогает Потом Мам Так Мама одна живет Дом такой большой Да Мама живет С попугами Животными Да Да И мелко порезать Ну это ты Ну Саш Ну ладно Так Да Мама живет пока одна Но мы ее скоро Заберем с собой В Сочи Надеюсь Что она Мама побыла Скажите Да Она побыла Две недели Она говорит Вау И баром Рыцарь Унитазы Да Мама одна В Москве Так и жила Да Ну я пока Это временно Пока мы Не продали дом Это временно Она здесь одна Я поехала На разведку Я всегда еду На разведку То в Москву Приехала на разведку Потом маму забрала Теперь я приехала В Сочи На разведку Потом маму заберу И так всю жизнь Мама короче За мной Как жена декабриста Куда я Туда и она Ну в этом есть прикол В этом Зато я ей сделала Какую-то знаете Такую разнообразную жизнь А квартиру Купели Там же очень Обманывают Жильем Ну слушайте Я недвижкой Занимаюсь Очень много лет В Москве В Москве Думаете Не обманывают Вот Нет Все нормально Там не обманывают Там просто В один год Пересажали Очень много Застройщиков Вот А так все хорошо Обмана нет Сейчас секундочку А Сашка Как попал в Сочи Поехал К дочери К Сашеньке Очень хотел Быть ближе К ребенку Ну не Не прям К Алине А прям К Сашке Короче Воронеж Привет Сейчас Девочки У меня Мама еще там лежит Надо маму проверить Замени Пожалуйста Замени Я расскажу Историю Как я попал В город Сочи В город Сочи Я попал В далеком В 1950 Году И сказал Что это на самом деле Очень крутой город Там у меня есть Друзья Денис Сиришкой День рождения Да День рождения Смотрит эфир Большой привет День рождения И уже приехал Спустя 8 лет И остался Так Новый Рингол Кстати Там тоже был Новый Рингол Давно Правда Это я еще был на проекте Корпоратив Когда мы Ввели У нас Раньше На проекте Было Очень много Возможностей Как-то Развиваться И Инстаграмом Можно было И выезжать По выходным Там Проводить мероприятия И вот Как раз Из таких Одних мероприятий Я попал В Новый Рингол И в Ханты-Мансийск И вообще Там В Уссурийск И Очень много Горов Я побезал Так Много раз Отдыхали В Якорной щели И в Сочи Тоже Бывали Ну Блин В Сочи Очень круто Я вообще Ну Не жалею Ни разу Об этом Только Конечно Сейчас Выстроить отношения С дочерью На самом деле Очень сложно Сложно Не потому Что Как-то Дочь на это влияет А влияет Ее мама На это Даже не то Что Мама Мама И мама Мама Вот так скажем Бабушка То есть Семья Все таки У них Такая Женская Получается И они Много чего От них Много чего Зависит Ну пока Сашка Маленькая Я думаю Сашка Подрастет И будет Совершенно Все поиначе Вот Так Ксюша Как вы Познакомились Познакомились Мы также В Сочи Я тогда Перевез Свою дочь Жить В Сочи Жили мы На съемной Квартире Снимал я Квартиру И Занимался я Экотуруми Ходили мы В походы В горы На озера На водопады Кстати Очень крутая тема До сих пор Она у меня работает До сих пор Мы ее развиваем Сейчас я приеду В Сочи И продолжу Ей заниматься Блин Не могу Лук резать Я сейчас Помогу Да пожалуйста Забери Это удовольствие От меня В итоге И списались В интернете С Сюшей Она была Скажем Больше Ей было Больше интересно Где можно В Сочи Хорошо провести Время И отдохнуть Потому что Попается Какой баня Он меня Мучил Все время Я выплывал Туда Я в баню Люблю Безумно Люблю Баню Как оказалось Я тоже И у нас С ней Это Большое сходство Ты все рассказал? Нет Вот И как мы списались Созвонились Пообщался Я наверное Не целый час Общался По телефону Что для меня Вообще Не характерно Я на самом деле Очень мало Уделяю внимание Социальным сетям И интернету Потому что Люблю жить И понимать Насколько я люблю Свою жизнь И получать Это удовольствие Насыщаться Насыщаться Этим Да И конечно В наше время Социальных сетей Необходимо вести Более активную жизнь В этом И поэтому Я по телефону Честно говоря Мало с кем общаюсь Я так Переписаться Там Встретиться Поболтать Для меня Живое общение Самое что-либо Есть Такое Более Важное Важное Конечно В жизни И поэтому Назначил я встречу Приходи на встречу Назначенном месте Она пришла Мы сходили с ней В ресторан Покушали Выпили Отдохнули Познакомились Я ее полностью Всю просчитал Посмотрю Как она себя ведет Как она общается Что она ест Знаете как пялился Я прям понимала Что он меня Знаете Он не кушал А изучал Изучал Да Все Потом мы пошли Пошли смотреть Вечерние Сочи На набережную Вот Где Скажем Наши флюиды Просто друг друга Окутали И уже с тех пор Мы стали чаще видеться Мы поцеловались Да Мы стали чаще видеться Сходили вместе В эко-тур Стали вместе Отдыхать На лошадях Кататься То есть Проводить время Больше И так получилось Что мы вот Уже не смогли Друг от друга Отстать Теперь живем вместе Женились Как его звать Предложение Предложение Я сделал Через полтора месяца И говорит Ты куда Я так офигел Чем куда Торопиться Ага Торопишься А сама говорит Не упусти Такую деваху Помнишь Я не помню Сама короче Такая мне Какая-то девушка Классная Вообще С тобой Приятно Проводить время Я таких Давно людей Встречал Она Смотри Упустишь Предложение Ты мне это не делаешь Я думаю Я не говорила Тебе такого Ну че-то Он брет Я говорила Смол Говорю Смотри Такую девочку Можно упустить Ну а че Я права Знаете Такой цветочек Цветочек Аленький Ладно Ну конечно Да В итоге Мы стали готовиться К свадьбе Которая была В карантине В масках Так Какие у вас А еще и сыр Добавляем Моцареллу Не моцареллу А моцареллу Моцареллу Тертный Так Тут прямо Пахнет луком Нормально Пусть пахнет луком Шикарно Сейчас яичко Еще нарежу Будет вообще Шик-шик Блеск Так На Валищинском Ущелье Мы Ам Ты не была в бане Там Ам Я был в бане Да Очень крутая Там баня Выходишь Горной речи Бах Прыгаешь Еще и беседки Слева Мы там беседки Сидели с тобой Просто на мясо кушали Баня там крутая Ну Как крутая Есть конечно Круче бани Скажу на самом деле Вот Но Там приятно отдохнуть На Валищинском Ущелье Не У меня мама не болеет Не дай бог Она у меня Лежит с пиявками Да Ксюха у нас Еще и грудотерапевт Она Любит Ставить Пиявочки Не люблю А я помогаю маме Даже где-то у меня По-моему Здесь есть шрамчики Не видно вам Я тоже испытал Это колоссальное Ну как сказать Удовольствие От того Что из меня пиявки Сносовую кровь Ну полезно Правда полезно На самом деле Получаешь прилив сил Бот Прям с утра Встаешь И Энергии Просто хоть Отбавляй Так Что там Подвинь Выше подними Привет Ксюша Ксюха Как делать Много подписчиков Без понятия Девчонки Чего Как сделать Много подписчиков Если бы знала Была бы уже Я кстати Хочу Сказать Что Об этом Я буду Готовить Свой авторский курс Как вам Прибавить себе Подписчиков Но Это на самом деле Трудоемкая работа Которая Необходимо Постоянно Выполнять Можете Российский сыр У меня был Моцарелла Вот такой Я чего Ускучу Не чусь Можно и российский Натирать Я добавила Лука Сейчас Но вы В лук Еще можете Добавить Чуть и чеснока Так как у меня Здесь стоит сало С чесноком Я посчитала Что чеснок Не надо Потому что И так Пахнет Чесноком Добавить Можно Вот у меня Кальмар Сейчас Вам покажу Выглядит Это пока Вот так Кальмар Сыр Лук И майонез Далее У меня Яички Варятся Можно Свежий огурчик Можно Послушайте Я вообще Я никогда Ни один рецепт Не беру Я придумываю Вот я беру Вот у меня есть Там сыр Какой там Видела Кальмар Хороший такой Парниша Прям Прям По духу Какой-то Родной Прям Мама говорит Что бы я тебя не видела На доме два Ну хорошо Надо было Чтобы прошло Еще лет Шесть Я заказываю Пиявки Кстати Сейчас кинулась В Москве Нигде нет Пиявок Представляете И они стоят Про 150 рублей Это очень дорого Я заказала Ставропольский край Да Сань Ставропольский край По 80 Так Я сейчас Приготовлю Картофельное пюре У меня есть Скумбрия Холодного копчения Уф Тоже Вкусненько Волосы Собери Да Так Смотрите Волосы Мне не мешают У меня расстояние Большое Волосы мои Не попадают Никуда Вот Вареный кальмар Да Вареный кальмар Он недолго варится Как у нас погодка Сегодня было шикарное Солнышко Мы сегодня ездили Этих лебедей кормить Просто прелесть А пиявки могут При зобе Что такое зобе Что такое зобе Я с вами Солнышко Оливье сделала Крутяк Картошка На ночь Потолстеть Знаете Если просто Картошечки Ну Один кусочек С маленькой Семгачкой Или там Скумбрием Добавь сухарики Сухариков наверное нет Я не знаю Может мама где-то И держит у себя Насушенная Сашка скорпион Да При щитовидке Что при щитовидке Там ее пропустила А при щитовидке Кстати можно Их даже ставят На щитовидку Но первую постановку Надо делать Обязательно на живот Жакуль ты что упал Сдурел Сейчас огурчика еще Я добавлю сюда Чтобы был посочнее Ксюша Оливье мужу Какие у вас любимые блюда При заболевании Щитовидки Можно Можно Даже нужно Ставится Но сначала Специальная постановка Печень Пупок И так далее А потом Страивается Вот здесь Вот здесь Ставится И вот здесь И еще Там несколько На два хватит Куда ты Так Так Покажешь Жаку Жаку Хочешь показать Жаку Он не выходит Кусает Кусает его Нет Губы у меня Подкачанные Совсем недавно Качала Я же выставляла Вам Даже Своего доктора А Санек То влюбчивый А то Слушайте Все влюбчивые Пока молодые И что вы думаете Вот это Мне теперь сидеть Переживать Что у меня муж Влюбчивый Неинтересно Знаете Как я ем сало Просто кусочек сала Я люблю Чтоб оно было Мороженое Вот Мороженое Чтоб так резали И оно же знаете Как Ой Вкусно Так Я на Авито Нашла пиявки Ставропольский край 80 рублей Они доставку делают Смотря где вы находитесь Ну Я не знаю Там до Москвы Делать доставку Поэтому Но Не Знаете Как я обучилась Есть такая Козинская Ольга Ольга Козинская Она Как служба В Украине На ютюбе Нашла Вышла на нее Купила курс Она меня обучила И все Бог вам Помощь Пожалуйста Тоже так Обучитесь Я Считаю Что все твои близкие Всегда будут Здоровым Так Мой муж Обожает Кальмаровый Салат Только что Решил его Делать на днях Ну вот Видите А я считаю Сегодня были на рынке Так захотелось Кальмарчиком Очень вкусно Сейчас будет Правда Это крупно Что-то нарезала Луч Муж простит Да Один раз Используются пиявки У меня был опыт Когда я Три месяца Давала им отдохнуть И потом Ставила опять Поэтому Ничего страшного Не будет Но лучше Конечно Их утилизировать Или выпускать Куда-то Жалко Я когда их убиваю У меня Сердце разрывается На клочья Так Откуда у меня мама С Украиной Но оттуда Откуда и я В принципе Мы же не могли С ней родиться В разных местах Саша Салат готов Хочешь? Нет Он не готов А что ты еще хочешь? Яйца А точно Тебя себе Ты что Хоть в обеде И сделать Забыла Совсем Так Сейчас секунду У нас Я вернулась Я забыла Про яйца Сейчас еще яички Ай Так Зачем я ставлю Пиявки маме? Потому что Очень хорошо Для крови Для здоровья Людям Которые пожилые Очень полезно Так как Менопауза Уже была Женщина Привет Белгородцам Как мама Относится К Сашину Любит его Слушайте Кто его не любит Вы вообще Задайте вопрос Корякина Корякина Мне как-то Все равно Любит она тебя Или нет Но от гостей Он не любит Корякина Тебя Она тебя Хочет Срать По жизни Понимаешь Может это Любовь С ее стороны Да Так тоже Бывает Любовь Проявляют Люди Саша Зуланаде Тебе привет Ланаде Привет Украинские Очень красивые Спасибо Сколько мы В итоге Саши Год В ноябре Будет 7 ноября Год Мог Тебе еще Все Ну давай Еще одно В принципе Да У девочки Такой салат Вообще Мужика Дымиться будет Пластной белок Корякина Бесится Что у него Все хорошо Да у него Когда не все Хорошо было Это бы ее Тоже бесило Она просто Сама по себе Из рук И все У нее Это все Хорошо Чине Научиться Радоваться За людей Я не могу Делать вам Обзор косметики Потому что Я готовлю Кушать Я на кухне Оно у меня На третьем этаже Я все Люблю готовить И когда у меня Есть настроение Я готовлю Все очень вкусно Но когда у меня Настроения нет Я даже к кухне Не подхожу Саш Все Еще одно Пожалуйста Хотите Новосибирскую Для Ани Передайте Привет Привет Анечка Нет Если колешь Губы Это не вредно Для здоровья Это препарат Гиалурод То есть Чего Оно просто Рассасывается Так Мало знаком Все-таки Решили пожениться Да Мы не только Пожениться Мы и повенчаться Решили Что давай Кобую Давай Мешай Не мешай Может добавлю Огурчик Так Вообще Не упоминай Харякину Много части Я буду Давай Огурчик Еще один Давай Хуже Небудь Я его сейчас Помельче Нарежу Так Привет Из Морского Ой Морозного Сургута Сургут Это где Это вообще Север Да Походу Ребят Я вам сочувствую У вас там Снег что ли Уже СССР Ну убрали Потому что Всех убрали Вы же видите Там Все Перетрубаться Все Ниш Сейчас Я постучу В последний раз Сколько яиц Добавили Я не знаю Три Четыре Четыре яйца Килограмм Кальмар Два огурца Все кальмары Сделаны Да А это все Там больше не будет Да Они же увариваются Вот Лучок Огурчик Можно Можно Вот эту кукурузу Кукуруза тоже Очень вкусно Можно рис Как угодно Короче этот кальмар Придумывайте Как хотите Все что у вас есть Из подручных средств Я по вкусу Я прям Попробую Так Еще что-то Хочется добавить По поводу Дашко Я не в курсе Ну там да Я тоже слышал Что она собиралась На перезагрузку Все я свою Задачу Все выполнил Яйца Отварил Все помню Почистил Давай я Подождите Я же когда мешала Я немножко Заговор читаю Наговор Нет Я сучу Должанского Оставили Оставили Пока Он видимо Интересен Для кого-то Так У нас Жако конечно Орет Псих Иди сюда Повыщипывают Все перья Понял Ты че рьешь Че рьешь Дурак Дурак какой-то Вопит Че рьешь Так Че рьешь Че рьешь Че рьешь Че рьешь Че рьешь Обожалась Вы не лопнете Ну вот я просто сразу Это муж На Все Можно Да Можно А майонез забавила Тебе достаточно Майонеза Мне пожалуйста Вот такую горочку Сам Вот такую горочку Никогда не ел Присусти столько людей Нет Мы заканчиваем эфир Так друзья Ждите в гости На салат А Да ради бога Его тут дофига Можем поделиться Так Да Мы ушли с проекта Попугай наш умеет Разговаривать Он знает Кстати очень много слов У него разум Пятилетнего ребенка Он даже песенку поет Он бывает Когда Включен телевизор И с ним Нито не разговаривает Он начинает орать Визжать А так же Он бывает Вспоминает Как Знаете Такие вот игрушки Есть детские Там Стрелялка Тррр Вот он их тоже Запоминает Почему-то И Передает Ника Тоже тебе Привет Передаю Представь Что в столовой Кушаешь Я последний раз Ел в столовой В Сочи Кстати В Сочи Очень вкусно В столовой А так Столовая Не ассоциируется Только с школьной Либо С каком-нибудь Учебной Столовой Где можно покушать При толпе Иркутску Огромный привет Иркутск Кстати С Иркутска Насколько мне известно Это Катька Скалон С Иркутска У нас Есть кошка Британка Спасибо За пожелание Приятного аппетита Я думаю Это будет Очень приятно Я вам тоже Желаю удачи А Игорь То конечно С Иркой Оставим салатику Такая Баланка Целая Если вам Покажу Вон сколько салатов Вон сколько салатов Пока с вами Поговорила Моя хоть Немножко видите И Делом занялась А то обычно Только с вами Разговаривают И больше Ничего не интересного Вокруг С попугаем Сложный уход Я бы не сказал Не сложно Не ухаживать Поездовать Вовремя Но менять Но просто Когда Так вот Один находится Орех как Истеричка Ляля Отставить разговоры Так Екатеринбургу Привет Спасибо Спасибо Лазаревскому Тоже привет Так Спасибо всем За приятные слова Очень приятно На самом деле Вас читать Слушать Сегодня было Очень много Даже очень много Комментарий Больше даже Чем у меня В прямом эфире На Байкале Не был Кстати Мы хотим Наверное В следующем году Съездим на Байкал Обязательно С женой Устроим Такой тур Белгороду Привет Я был в Белгороде Кстати Город провинциальный Иваново Огромный привет Тоже Был Я работал У Иваново Фасады Мы делали Торговому центру Жили там Два месяца По сути За сел Только Дмитренко Остались Да По-моему Да Все правильно Только Дмитренко Остались Саша Что-нибудь такое Так Покажи нам Попугая Пойдемте Пойдемте Покажи вам Попугая Сейчас Здесь меня Перевернуть Жако Ну где Покажи Сюда Так Скажи Привет Привет Скажи Привет Он на меня просто обижен Ах ты все слышишь Да Он на меня просто обижен Видите На меня обижен Он хочет меня укусить Потому что если ему клюв подровняли Он думает Что-то я во всем виноват Жако Видите О Такой он Жадина Тюмени Огромный привет Надеюсь Когда-нибудь Скоро В ближайшем будущем Я в Кемень тоже приеду Да у меня отличные друзья есть С ними ездим на охоту Так что Может увидимся Так Ну что ребята Я хочу попрощаться с вами Я пошел из салата Я тоже Люблю салую Всем хорошего вечера Спасибо большое Что были с нами Так